Уже сидит с телефоном, значит, уже намного лучше. Вчера целый день спала. Нет? И температурки нет у тебя? Я сегодня с ней спала здесь на диване. Фильд ко мне не давал спать. Хулиган. То бегает, то еще что-то там, с чем-то играет, то в туалет пошел. Сегодня ночью проспалась, наверное, раз 10, это точно. Не выспалась вообще. Чуша потом меня за руку начала трогать. Я чувствую, что у нее рука горячая такая. По-моему, у нас все, температура поднялась. Будем ждать смс-ок от Маргариты, что все хорошо, что не доехали. Кстати, он там порвал плакат. Он залез на свой домик, зацепился. Вот он подпорвал. Да хорошо, я его остановила. Вот мне Маргуша фотографию отправила. Таких вот три бусика у них двухэтажных. Там 150 человек примерно будет. Да нет у тебя температуры. Хотя, может быть, 37 есть. Ксюша попросила панкейки. Значит, будем делать панкейки. Так, я надеюсь, мне всего хватит. Панкейки же делаются с молоком, а у меня молока не... А, нет, с йогуртом. Буду делать с йогуртом. Последние три яйца как раз. Вот. Завтра нужно съездить в магазин, молока купить. Полотенце мешает, сними. Видишь, оно падает. Сними. Филька пришел мне помогать уже, да? Ну-ка, иди сюда. Убегаешь, да? Убегаешь сразу? Вот, я нашла быстрые панкейки на йогурте. Нужен йогурт, мука, сахар, яйцо, разрыхлитель, соль и масло для жарки. Вот, если кому-то надо, то сохраняйте. Я буду делать, наверное, скорее всего... Сколько у меня здесь? У меня здесь 500 грамм. Я буду, наверное, на все делать. Блин, в три раза больше я буду делать. У нас сейчас немножко набухнет, минут 15. Постоит, и все, и можно уже выпекать. Тесто такое стало пышное. Примерно не будет консистенции. Не сильно жидкое, не сильно густое. Но оно еще льется. Растекается. И я вот сейчас неправильно сделала, лучше не перемешивать. Лучше не перемешивать, вот прям как оно набухло, так и выливать. То есть, если вы перемешаете, оно уже не будет такое пышное. Все, закончила. Танкейки получаются очень мягкие. Они сначала были пышные, конечно, но они такие воздушные. На ней невозможно регулировать температуру. Вот как выткнула я в розетку, и все. И она на полную мощь будет жарить. Иногда приходится ее отключать, потому что панкейки выгорают. Мне кажется, нужно уже поновее купить. Это очень старое. Я, наверное, уже лет 6-7. Вот так вот. Я себе хочу сделать такой вот салатик с йогуртом и с фруктами. Ну и панкейки тоже поесть. Салатик я нарезала. У меня здесь виноград, банан и персик. И вот такой йогурт. С кусочками шоколада. Не знаю, почему мне захотелось. Я не хочу ужинать. Ничего такого тяжелого. У меня захотелось йогурта. Макс пришел. Замечательно. Жарко? Тыквенные семечки. И семена мчиа. Чуть-чуть добавляю. Один раз добавила много, и у меня очень сильно живот болел. Поэтому совсем чуть-чуть. С панкейком. Божешь панкейк? Карамелька мне понравилась. Карамель. Конечно, не такой вкус, как у настоящей. Но вкус карамели есть. Нормально. Вкусные панкейки, кстати. Ксюня, будешь? Она просто не такая сладкая, как настоящая карамель. Надеюсь, понравится. А не с йогуртом. У меня молока не было. Хотела открыть дверь. Проветрить, чтобы свежий воздух зашел. Дожди как раз идет. А тут такой запах навоза, видимо, там удобряют. Либо, я не знаю, у нас там ферма коровья. То ли они удобряют, то ли вообще не знают, что они там делают. В общем, запашок такой сильный пошел. Так что не буду я проветривать. Спит, Ксюша. А пока деток нет, пока я свободна, я хочу себе логоточки начать делать. Я знаю, что быстро не получится, поэтому потихонечку буду. За два-три дня сделаю. Волшебный чемоданчик. Батарейку не зарядила. В камере. Скоро сядет. Так вот он открывается. С перчатками работать неудобно. Руки очень сильно потеют. Так, Филька, ты уходи давай. Я купила такие вот нижние формы. Вот так вот. Первый раз попробую себе сделать. Все, буду снимать полностью. Все. Левую руку сняла. Самая сложная правую. Отдалось два ногтя. Очень сложно. Я не могу там видеть. Это мы еще с Испании привезли. Эти вот ракушечки. С песочком. Все равно я ничего не могу. Это здесь покупали. Побулти. Скучно без моргушек? Нет? Давно они не дрались, да? Мама, хоть сделай или какой-то? Они вообще сейчас редко когда играют. Раньше, когда Филька был маленький, они чаще играли, а сейчас нет. Раз, подожди, играю. Вот так. Он так медленно, да? Опа. Еще. Филипп. Смотрите, что он сделал. Бонни. Он волосы тебе дергает. Он не расчесывает. Опа. Опа. Мешает. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это, да. Не бежай, не бежай. Нанка, нанка. Нет? Опа. Ничего себе, да? Так, сейчас мы... Сейчас покажу. А я в этот, в телеграмм выставляла. Вот такой вот закат. Покажи. Это у нее такой вид из окна. Красиво, да? Замкат. Ну, то есть, не... Рассвет сегодня. Она мне отправила в 7 часов утра такую фотографию. Вот. Но если она мне не пишет, значит, пока. Значит, ей некогда, потому что... У них там прям программа такая активная. Отправляла фотографию комнаты. Вот она их комната. Двухъярусные кровати. Вот. Раз, два, три, четыре. Четыре двухъярусных кроватей. Четыре или пять. Вообще-то ужин сейчас буду готовить. А ты хлопья кушаешь. А? Хитруля. Вот. Я успела только сделать два ногтя. Вот так вот. Тун-тун-тун-тун-тун. Знаете, в этот раз намного длиннее. Хочу попробовать походить длинными ногтями. Готовить я сегодня буду куриные ножки. Запеку в духовке. И на гарнир либо рис, либо макароны. Не знаю, посмотрю. На гарнир, скорее всего, рис сделаю. Добавлю паприку сушеную. Также у меня есть чеснок сушеный. И перчик черный. Какой-то нашли майонез био. Не знаю, попробуем. Немножко перчика. Чесночок. Вот. И перемешиваю. Ну, буквально минут 15-20. Вот так сейчас оставлю. И в духовку. Ее я вытащила в сушку, загрузила. Теперь нужно убрать посуду. Перед тем, как ее убрать, нужно освободить посудомощную машинку. Добавляю ее в ножки. И буду варить рис. Все-таки решила рис сварить. Ножки готовы. Рис тоже варится. Почти готов. И сейчас я сделаю салатик. Смотрите, какие желтенькие помидорчики у нас продаются. Не везде их можно найти. Не всегда они продаются. Но если продаются, я сразу покупаю. Потому что бабули нельзя красные. У меня еще нашла вот такой новый соус. Французский. Какой-то он другой. Вегетарианский. Я еще сюда добавила рыбку. Мы заправим соусом. И перемешаем. Продолжаю плести косички. И вот так вот я хочу таким образом на всю голову. Не знаю, успею или не успею сегодня. Кстати, с ногтями очень удобно брать. Вот так вот разделясь ровненько. На одной руке есть. А на другой вообще ногтей нет. Неудобно. Цеплять прядки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Вон. И можешь отдыхать и спать. Да? Ты разрешаешь? Да. Спасибо. У меня сил даже теперь на ногти на моем не осталось. Я думала, пальцы отвалятся. Ой. Сюда отсвечивает. Так, смотри. Да стой, остановись. В общем, вот так вот получилось. Вот здесь вот немножко неровно уже проборы пошли. Расческой неудобно делить. Вот здесь вот прикольно получилось. А сейчас не нужно рассушить все всегда. Завтра Митва. Ксюшке рано. Раз, два, три, четыре. Четыре урока. И больше ничего. В среду у них в обед они не идут в среду. Это немецкий. Это немецкий? Д немецкий. Это что? Р, С, Г. Это как Н, Н, Г. Ми. Что такое Ми? М, Н, Д. С компьютером. С компьютером Н, Д. Это натур, техник, фини. А что такое Б, Г? М, А. Математика. А, математика. Французский. Му, музыка, да? Инглиш, дойч, математика. Это я инновиджу. Это у Маргоши, в принципе, такое же расписание. Ей каждый день в 7.30. Вот математика, французский, немецкий, английский. Все то же самое предметы. А что такое ЭК? А у тебя такого нету. Это что? Предметы, Маргарита, немецкий, спорт, девочки. Разно. А, отдельно что ли? Угу. Мальчики отдельно, девочки отдельно, спорт. Английский. Французский, музыка, в общем. Такое вот расписание. В пятницу она идет в 7.30. И возвращается только аж в 4 часа. Но это, по-моему, раз в 2 недели, да, у нее так раз в 2 недели такое расписание? Я ничего не слышу, куда ты пошла. Ты ученица тоже так рассказываешь? Да. Давай, как ты рассказываешь ученицам? Ты должна сесть ровненько или встать и рассказывать. Давай. Шпук. Вас? Шпукт. Шпукт или шпукт? Ваш шпукт и вливах, ваш шпукт, ваш шпукт не очень кричит. Шпукт, который стилит, не встит. Книсперт, эс. Да, и сверт, ас кразуется шнурт. Мир фэлт айн. Доска не маленькая дизайн. Все. Да, только мы же немножко это спокойненько, не так быстро, чтобы... Нормально так. Все, спать? Ну, все сейчас затолкает, все, не помещается, не помещается, нужно же быстренько, быстренько, чтобы никто не забрал, дай, сейчас еще подгрызу и все затолкаю, вот так, ох, эти хомяки, все. Готово, готово, давай собирай тут мелочь, съел шарик, спрятал шарик, вот тут спрятал, что тут у тебя лежит, он съел шарик, то есть не съел, он спрятал, я еще и Ксюше косички закрыла, теперь две африканки ходят, с африканскими косичками, бабушка тоже приходила, но в очередь стала, все, больше некого заплетать, Маргоша нет, В этот раз я по-другому заплываю, видите, какой-то. Ладно, ладно, все, пошли мы спать, дай, Рики, ты съел уже все? Тоже все съел? Давай, всем пока, скажи, спокойной ночи, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok